Два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в мире и в нашей стране. Очень интересный судебный процесс начался во Франции. Во Франции осуждили Мари Лепен. Да, именно та самая Мари Лепен, которая чуть не победила на президентских выборах. Ее партия довольно имеет высокий процент среди местных советов и в парламенте. А тут вдруг выяснилось, что Лепен и другие члены французского крайне правого национального объединения обвиняются в хищении средств Европейского Союза. То есть она даже не французские деньги украла, она украла деньги Европейского Союза. И фиктивный наим ассистентов депутатов Европарламента. Если вина в ходе следственного процесса Мари Лепен будет доказана, она не сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 27-го года. То есть ее политическая карьера, ну если вина будет доказана, она будет нести криминальную ответственность. И на этом ее политическая карьера будет полностью завершена. Ее связывали с Рашистской Федерацией, с Путиным. Было очень много публикаций и материала, что ее партия получала финансирование от Рашистской Федерации. Кстати, именно это послужило началом расследования спецслужбами Франции. В результате чего они вышли, что они не только получали деньги из РФ, они еще и тырили деньги Европейского Союза. Ну списывая ведомость, липовые, мертвые души у них были. Помощники евродепутатов вот этого национального объединения, они числились и за них расписывались и денежки ложили себе в карман. Так что обвиняются они в хищении почти 7 миллионов евро. Максимальное наказание по этому обвинению до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что Мари Липен сейчас резко собирает деньги и возвращает их к Европарламенту. На данный момент Мари Липен вернула 330 тысяч евро. Ну 7 миллионов 330 тысяч евро, вы понимаете, что это капля в море. Кстати, также на скамье подсудинных вместе с самой Марин Липен оказались ее сестра Ян Липен и бывший партнер Луи Алио. В списке обвиняемых также значится отец Марин Липен, 96-летний Жан Мари Липен. Но ему разрешили не участвовать в заседаниях по состоянию здоровья. Хотя он обвиняется. Если будет вердикт обвинительный, то его должны поместить в места лишения свободы. Даже в 96 лет. Помните, как Пиночета уже в инвалидном кресле, но все равно тянули в тюрьму, чтобы он отбыл наказание за те преступления, в которых его признал виновным суд. Так что у Липен очень такое, я бы сказал, тюремное будущее может нарисоваться в результате этого судебного процесса. И я скажу, что это огромный удар по ультраправым во Франции, по вот этому правому движению, которое связывает, неким образом связывает с Российской Федерацией. Далее. Экс-премьер Нидерландов Марк Рюте стал новым главой НАТО с сегодняшнего дня. Его избрали еще два месяца назад, но он сегодня приступил к исполнению объявлений. Полностью стал полноправным генеральным секретарем Североатлантического Альянса. Он принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга. На церемонии в Брюсселе это произошло и пообещал, что помощь Украине останется приоритетом для Североатлантического Альянса. Ну, кстати, в его первом же заявлении он сказал, что я поддерживаю удары оружием НАТО по целям Российской Федерации. Но эти решения будет принимать каждая страна Альянса сама. Новый об этом заявил Рюте. Также на его брифинге, из его брифинга мы слышим, что без поддержки США Украина, скорее всего, не было бы сегодня как страна. Это мы понимаем. Расходы на поддержку Украины намного меньше, чем те, с которыми мы столкнемся, если Путин добьется своего, то есть захватит Украину и пойдет дальше на Европу. В Европе не может быть крепкой безопасности без сильной независимой Украины. Вот это основные тезисы, которые касались нашей страны из его брифинга на церемонии вступления в должность в Брюсселе. Ну я скажу, что Рюте может, на мой взгляд, он даже может повлиять на мнение Джо Байдена. Я думаю, что наверняка будет разговор с Джо Байденом, потому что позиция Рюте, надо Украине дать столько оружия, сколько необходимо для разгрома расистских войск на территории нашей страны. Они прекрасно понимают, что Путин не остановится и без военного поражения говорить о какой-либо дальнейшей мирной и безопасной жизни в Европейском Союзе речи быть не может. Далее у нас такое событие, как Кабинет Министров разрешил воинским частям набирать себе призывников без участия территориальных центров комплектования. То есть это прямой рекрутинг. Каждая часть набирает себе. Командир воинской части может осуществлять комплектование части добровольцами и предоставлять им направление для прохождения ВЛК. Генштаб должен утвердить перечень воинских частей, имеющих такое право. То есть сейчас Генштаб на основании этой постановы Кабмина дает список частей и командиры этих частей могут проводить набор личного состава. У нас мобилизация продолжается. Повестки продолжают рассылаться. Там уже Укрпочта первые 6000 повесток, которые были сформированы в автоматическом режиме с помощью электронного реестра, разослала. Причем я напоминаю, что согласно закону о переписке письмо считается врученным, независимо от того получил его человек или нет. Если он указал адрес, значит он обязан по этому адресу получать почту. И соответственно считается, что если на этот адрес пришло письмо с уведомлением, то человек его получил. Если в нем повестка, значит считается, что он получил повестку. Это с момента прихода письма по адресу, указанному этим военнообязанным. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что человек может, либо получив повестку, либо не дожидаясь повестки, прийти в воинскую часть и получить там предписание на прохождение ВЛК для дальнейшего зачисления в ряды этой воинской части. В какой-то мере это, конечно, сегодня это может помочь в решении задач комплектования вооруженных сил. Если этот эксперимент покажет, даст положительные результаты, то тогда вопрос существования ТЦК, я надеюсь, будет поднят в генеральном штабе. И это будет структура либо сокращена, либо заменена. Хотя в случае, когда рекрутинг, есть один нюанс, что когда рекрутинг проводится напрямую в воинские части, в каждой воинской части возникнет необходимость создания учебного подразделения. Это будет учебная рота или учебный батальон. Для бригады, например, это было бы неплохо создавать учебный батальон. Ну, вы же понимаете, что это учебно-боевая группа техники, это группа инструкторов, которые будут обучать личный состав. Это материальные затраты, это топливо, боеприпасы и время на обучение личного состава. С одной стороны. Хотя, с другой стороны, вот так называемые полковые школы, которые когда-то были в воинских частях, еще на заре формирования РКК, начиналось все с полковых школ. А это все пришло из истории, потому что раньше не было. Потом свели все, в советские времена, после Второй мировой войны, все свели в учебные подразделения. А сегодня учебки, ну, судя по отзывам наших военных, учебки практически не отвечают требованиям уровня подготовки личного состава, который проходит эти учебные, обучается в этих учебках. Так что наблюдаем внимательно, смотрим, насколько это будет, поможет нам, насколько это будет успешно. Ну, кстати, в этом плане и свобода выбора. Каждый человек может прийти в ту бригаду, в которую он пожелает служить, которая ему нравится. Плюс есть возможность выбора профессии, а не так, что если ТЦК забрало по повестке, отвезли в учебный центр, там построили, сказали, вы все пехота. И все. И никого ничего не волнует. Вот этого, такого подхода к мобилизованным можно избежать благодаря прямому рекрутингу в воинские части. Далее. Ближний Восток. Что произошло за последние сутки? Вчера мы с вами разбирали. Вчера я вам рассказывал о том, что к вечеру, во второй половине дня, когда записывался ролик вчерашний, стало известно, что в Генеральном штабе Армии Обороны Израиля было принято решение о проведении сухопутной операции на юге Ливана по созданию буферной зоны, ну, как минимум в 20 километров для безопасности северных регионов Израиля. И на момент записи ролика было известно, что спецназ Армии Обороны Израиля зашел на территорию Ливана для подготовки плацдарма и для входа в сухопутных войск Цахала. Ночью, поздно ночью появилась информация о том, что Соединенные Штаты, я вам говорил, что Ллойд Остин отдал распоряжение на приведение в боевую готовность некоторых подразделений на военных базах или целых военных баз, как на территории США, так и за ее пределами. И в Европе, в том числе, армии Соединенных Штатов Америки. И готовились к переброске до 5000 военнослужащих. Это уже стало известно ночью, что США готовят переброску до 5000 военнослужащих. Кроме тех, которые я вам обрисовал, это спецназ, который находится в составе одной из авианесущих ударных групп, стоящих у берегов Израиля. Их там две стоят. И еще двух групп. Одна в Средиземном море, в районе Крита и Кипра, а вторая недалеко от берегов Ирана. Так вот, поздно ночью Израиль официально уведомил Соединенные Штаты о том, что они начинают сухопутную операцию. Хотя ожидалось, что она может начаться в ближайшие 72 часа. Но не прошло и нескольких часов, как армия обороны Израиля двинулась на территорию Южного Ливана. Естественно, по классике военной науки были нанесены ракетно-авиационные удары высокоточным оружием. По, опять же, пунктам управления Хезбаллы и армии Ливана. По складам предполагаемым. Ну и по огневым точкам, которые находились на территории Ливана. После чего сухопутные войска армии обороны Израиля вошли в Южный Ливан. Сейчас идет... Что сейчас происходит? Генеральный штаб армии обороны Израиля говорит, что операция будет иметь ограниченный характер. Цахал проводит точечные наземные рейды в селах, расположенных рядом с израильской границей. Практически они проводят зачистку и фильтрацию населения на предмет принадлежности населения к террористической организации Хезбалла. Непосредственная угроза... Население, которое представляет собой непосредственную угрозу для поселений на севере Израиля. Это, кстати, те села, откуда летели ракеты по территории Израиля. В соответствии с решением высшего политического эшелона, несколько часов назад силы гражданской обороны начали ограниченные локализованные точечные наземные рейды на основе точной разведки против террористических целей и инфраструктуры Хезбаллы на юге Ливана. Я думаю, что армия обороны Израиля довольно быстро проведет эту операцию, учитывая, что перевес все-таки в военных боевых потенциалах на стороне Израиля, а не на стороне Хезбаллы. Ну и новость из Запоребрика очень важная, потому что Рашистская Федерация со своими спецслужбами готовит очередную пакость на мировом уровне. А именно, Рашистская пропаганда сейчас распространяет информационно-психологическую, точнее начала информационно-психологическую операцию по распространению фейка о том, что страны НАТО и Украина, вот видите, мы оказывается тут ключевая страна опять, как всегда, намерены инсценировать применение химического оружия сирийской армии и воинским контингентом, точнее сирийским ополчением против сирийской армии и воинского контингента Рашистской Федерации в Сирии. Об этом сообщает служба внешней разведки Рашистской Федерации. Цель дискредитировать Дамаск и Москву в ООН и организации по запрещению химического оружия. Ну, вы знаете, что Россия и так нарушила все договоренности тем, что она не только до сих пор имеет химическое оружие, хотя оно в мире запрещено, есть конвенция по этому поводу, оно должно было быть утилизировано, но Рашистская Федерация продолжает его разработку химического оружия, различных ядов, химических веществ и так далее. Так вот, они хотят устроить провокацию, при этом свалить, что это сделали страны НАТО и Украина. И таким образом дискредитация должна быть как бы не Москвы и Дамаска в ООН, а дискредитация, что вот НАТО и Украина готовят вот такую подлую провокацию. Поэтому не поддавайтесь на дезинформацию, ни у НАТО, ни у Украины нет химического оружия, и страны НАТО и Украина давным-давно выполнили все требования международного права и же и конвенции об запрещении и уничтожении химического оружия. У нас его нет ни грамма. В странах НАТО то же самое. Оружие есть химическое и разрабатывается в Рашистской Федерации. Кстати, Рашистская Федерация брала на себя обязательство вывести после применения Башаром Асадом химического оружия против ополченцев, когда началась там гражданская война, Россия обещала вывести это оружие, забрать его у Асада, забрать на территорию России и утилизировать. Но ничего этого сделано не было, после этого было еще несколько атак, о чем свидетельствовала организация по запрещению химического оружия. Она подтвердила факты применения химоружия на территории Сирии со стороны войск, сирийских войск Башара Асада. Ну и естественно при попустительстве Рашистской Федерации и при условии невыполнения России своих обязательств относительно изъятия и ликвидации химического оружия у сирийской армии. Вот такую Рашистская Федерация разгоняет ИПСО с целью провокации против стран НАТО и Украины. Так что не поддавайтесь, будьте бдительны. Мы поговорим немножко о военных операциях. И было несколько таких операций, довольно неплохих, больших. Первое, это у нас киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны атаковали российские финансовые установы организации, которые осуществляли, допомогая финансировать эту войну. А именно, была произведена атака на серверы Альфа-банк, банк-открытие и телекоммуникационный оператор Ростелеком. Результатом атаки является глобальный сбой в системе быстрых платежей, остановка в работе онлайн-банкингов и мобильных приложений, а также сбой во внутренних сервисах самих банков. Вот так постарались киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны. А служба безопасности Украины, ну, поработала, как всегда отличилась своими дронами. Дроны СБУ поразили военный аэродром Борисоглебск, это Воронежская область. Ночью дроны СБУ и совместно с силами специальных операций и другими подразделениями сил обороны атаковали склады с кабами, с корректируемыми, ну, с фабами. Кабами они становятся, скорее всего, на аэродромах, либо на складах перед непосредственной отправкой на аэродром. Скорее на аэродромах, потому что все-таки вот этот комплект УМПК, универсальный модуль планирования и коррекции, который они цепляют на фугасную бомбу, он не влазит в штатную купорку. А без укупорки, без ящика перевозить бомбы, любые взрывчатые предметы, очень опасно. Что снаряды, что бомбы, без укупорки перевозить невозможно. Это влечет за собой огромные риски. Поэтому, скорее всего, все переводится в укупорки на аэродромы, а там уже, как в артиллерии говорят, там уже бомба приводится в окончательно снаряженный ВИКТ. Ее окснаривают, то есть на нее надевается вот этот комплект УМПК с помощью двух хомутов, он крепится и она подвешивается вот этим комплектом вниз. А когда ее сбрасывает самолет, комплект открывается и бомба переворачивается, становится на крыло и дальше продолжает планировать. Вот так работает корректируемая авиабомба. Так вот, удар был по складам, где находятся эти кабы, а это на аэродроме. Вот как раз речь идет об аэродроме Бориса Глебск. Также были атакованы стоянки самолетов Су-35, Су-34, а также были атакованы места хранения авиационного горючего на этом военном аэродроме. Кстати, на этом аэродроме считается один из наиболее больших складов ГСМ для самолетов. Он довольно большой, этот аэродром. И видите, массированная была, была осуществлена атака дронами СБУ и с помощью сил специальных операций и других сил, и других подразделений сил обороны. Рашисты, местные жители, Рашисты и средства массовой информации, некоторые и телеграм-каналы сообщали о работе ПВО Рашистского, пролетах беспилотников и мощных взрывах в районе аэродрома. Спутниковые снимки зафиксировали 4 очага пожаров на территории самого аэродрома. Ну, как обычно, согласно заявлениям Рашистских местных властей и официальных СМИ, то, конечно же, Рашистское ПВО сбило все. Все сбило, все, ничего не долетело. Вот, ну, как оказалось, дроны отработали, отработали успешно. В Воронежской, в аэропорту Казани, точнее, был введен режим ковер, то есть аэропорт был закрыт на прием и выпуск самолетов, и все самолеты, которые шли на Казань, в это время были завернуты на другие аэродромы. Это произошло из-за угрозы атаки беспилотников неизвестного происхождения. Так сообщают Z-Военкоры и Рашистские средства массовой информации. Вслед за Казани был закрыт аэропорт Нижнекамска, это возле Илабуги. Это он тоже приостановил свою работу. Ну, и вооруженные силы Украины, конечно же, не отстают от наших спецслужб. И в городе Муроме, Белгородская область, наша разведка обнаружила склад боеприпасов. Мы, кстати, не первые уже таким образом склад сжигаем. И вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов в городе Муроме. Сейчас там продолжается детонация боеприпасов. Ну, обычно заканчивается это тем, что как только начинается детонация боеприпасов на таких складах, сначала объявляет чрезвычайное положение местные власти Рашистские, потом начинается эвакуация гражданского населения из близлежащих населенных пунктов. Ну, когда склад выгорает, тогда они возвращаются и начинают разгребать те завалы, которые остались после детонации склада и взрывов боеприпасов. Так что горит склад в Муроме, рвется, как положено, ждем результатов того, что там сгорело и сколько там сгорело. А вообще, если смотреть, вот я промониторил Z-военкоры Рашистские, они говорят, что сегодняшняя ночная атака наших дронов была примерно 170-250. Кстати, вот такой разброс в численности беспилотников, которые якобы атаковали территорию Рашистской Федерации, кстати, Брянской, Белгородской и Курской областей, плюс Воронежская, не забыли сказать, ну, где Борисоглебс находится. И вот такой разброс говорит о том, что Рашистское командование даже точно не знает, сколько наших дронов сегодня атаковало объекты на территории Рашистской Федерации. Я думаю, что еще пару дней, завтра, послезавтра мы узнаем еще больше подробностей. Это вот я вам довел только по сегодняшней ночи, только то, что известно по горячим следам. То, что сегодня появилось в открытых источниках информации. Вот. А раз они точно не знают вот 170-250, значит, мы можем гарантированно говорить, что часть дронов достигла своей цели, что их не сбили, их даже не нашли, их не смогли посчитать. Они прилетели и попали туда, куда должны были попасть. Поэтому ждем новых новостей и будем разбирать с вами результаты этой ночи дроновой атаки на территорию Рашистской Федерации, на Россию. Также еще хочу сказать, что о работе СБУ. Они много работают, много предоставляют. Кстати, очень правильная политика главы службы Василия Малюка в том, что они популяризируют свою деятельность. Это является как информацией для общества. Мы прекрасно понимаем, чем занимается наша СБУ. Каковы масштабы той работы, которую они выполняют. И это является информированием или предупреждением тем, кто хочет ступить на скользкую тропу предательства или сотрудничества шпионажа в виде сотрудничества с нашими врагами Рашистской Федерации. Так вот, СБУ проводит, ну тут в основном это контрразведка СБУ, массово задерживает агентов Рашистской Федерации, агенты ФСБ, агенты главного разведывательного управления. В ежедневном режиме задерживается по несколько агентов или наводчиков в разных уголках Украины. Одной из главных проблем Рашистской Федерации остается невозможность создать в Украине на сегодняшний день стабильную агентурную сеть. То есть СБУ так поработало, что та сеть, которая была разгромлена, кстати, самая мощная сеть была на базе РПЦ МП Московского Патриархата Церковной, там были и склады с оружием, и взрывчаткой, и литература была пропагандистская, ну и, соответственно, средства связи были, специальные средства связи, то есть закрытая связь, кодированная, по которой они общались со своим руководством. Так вот, разгромив основную агентурную сеть, сейчас у Рашистов огромная проблема, потому что этой сети нет, а когда не сетевая охват территории противника, то работать системно и работать как бы более эффективно они не могут. И поэтому идет вербовка отдельных лиц, попытки вербовать отдельных лиц, начиная, кстати, от детей. Это очень страшно, но, тем не менее, несовершеннолетние дети тоже попадаются в качестве наводчиков, в качестве поджигателей машин вооруженных сил Украины. Ну и плюс те, кто является агентами, то есть законсервированными или заброшенными, ну в основном законсервированных они используют, которых когда-то где-то завербовали, они дали какую-то расписочку, и теперь их держат, был компромат, их держат на крючке. Так вот, на базе таких вот законсервов, они пытаются вербовать и создавать, хотя бы пытаться создавать ячейки. И вот, в частности, на прошлой неделе была разоблачена сеть ФСБ России сразу в трех наших областях. Например, в среду, 2 октября, ведомство сообщило о задержании сразу нескольких агентов ФСБ в разных регионах Украины, супругов агентов в Днепре, информатор ФСБ из Харькова и так далее. СБУ системно защищает вот такие вот сети, а десятки наводчиков и шпионов уже получили большие тюремные сроки по приговорам суда по статьям шпионаж или по статьям измена родине. Там серьезные, причем задержание в Днепре, вот этой супружеской пары, они шпионили за средствами противовоздушной обороны. Там и так у нас в приграничных городах Днепр, Запорожье, Херсон, там огромная проблема со средствами ПВО. Представьте, теперь эта супружеская пара работала на арашистов и сдавала координаты районов, где разворачивалась наша ПВО, чтобы те могли нанести удары, ракетные удары, баллистикой по нашим средствам ПВО. В Харькове информатор ФСБ задержан преподаватель университета Харьковского. Вот такой вот парень работал на ФСБ, рассказывал о передвижении вооруженных сил Украины в Харькове, где, что, куда и так далее. Так что вот команда Малюка в СБУ трудится, не покладая рук. Ну, это и это, что касается контрразведывательной деятельности СБУ на территории нашей страны. Ну, а теперь поговорим немножко о военно-политической составляющей. И она, наверное, больше военная, потому что все, конечно, все взгляды прикованы к Израилю. Израиль нанес новый удар по Беруту. Там есть погибшие. Продолжается сухопутная операция Израиля в южных регионах Берута. Армия Хизбаллы и армия Ливана отступают под ударами израильской армии. А израильская армия зачищает территорию, находят схроны. Ну, я вам вчера говорил, что расистское вооружение, пожалуйста, в полном. Вся линейка противотанковых гранатометов, которые есть, самые современные, кстати, которые есть на вооружении рашистской армии, все были обнаружены в схроне с боеприпасами. И там было расистское вооружение. Сейчас, как я и говорил, сейчас МОСАД внимательно смотрит на серийные номера, дату выпуска этих противотанковых средств. И четко будут понимать, кто, когда и сколько. Ну, сколько они, конечно же, у пленных, расспросят пленных представителей Хизбаллы. Те все расскажут, что знают про эти перемещения. Далее, все ждут же ответа Израиля. Есть информация, но пока что у нас она не распространена. Информация на основе некоторых СМИ арабских государств, что Израиль нанес авиационный удар по территории Сирии, в частности по Дамаску, и по авиабазе Хеммин. Это самая крупная авиационная база, и это база, на которой базируется российская авиация в Сирии. Вот. Вроде бы как туда прилетел военно-транспортный самолет, кстати, Ил-76, по некоторым данным, из Ирана. И привез очередную партию оружия для Хизбаллы. И поэтому по этой базе был нанесен авиационный удар. Пока до сих пор, вот это была утром новость, до сих пор нигде больше это не упоминалось после этого. Вот. Поэтому, как информационно, я вам ее сообщаю, но не говорю, что эта информация достоверная. Подтверждения пока что других источников нет. А Израиль готовит. Готовит ответный удар. Я думаю, что этот удар будет очень серьезный. Почему? Потому что, как выясняется сейчас, ущерб все-таки был нанесен. Несмотря на такой довольно хороший коэффициент сбития воздушных целей со стороны ПВО и ПРО Израиля, но, тем не менее, часть ракет достигла своей цели, все-таки нанесла ущерб Израилю и военным объектам Израиля. Вот Шпигель пишет о том, что иранские ракеты смогли преодолеть израильскую многоуровневую систему ПВО в ходе массированной атаки. Издание отмечает, что в этот раз ракетная атака оказалась значительно успешнее, чем предыдущая. Ирану удалось поразить военные цели своего заклятого врага даже с оружием, которое было использовано впервые. А что именно? Иран заявляет, что впервые применил ракету «Фатах-1» в свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету. Также он применил и другие новые ракеты с дальностью в 1450 километров и скоростью, позволяющей достичь Израиля всего за несколько минут. У Ирана есть не менее 3000 баллистических ракет, поэтому Израилю следует подготовиться к будущим ударам, особенно если к Ирану присоединятся Ливанская Хизбалла и Хуситы со своими арсеналами. Вот такую информацию опубликовал Шпигель. Отсюда мы делаем вывод, что Израилю просто кровь из носа необходимо нанести удар по вот этим ракетным складам. Иначе они будут вот так вот отбиваться, и видите, каждый следующий удар будет хуже предыдущего и может достичь большей цели. И Иран приобретает боевой опыт, нанося эти удары, и израильское ПВО, естественно, пропускает голы из-за массированности самого ракетного удара. Так что ждем, как отреагирует Израиль. И хотя Соединенные Штаты, опять же, администрация Байдена ведет переговорный процесс и просит, чтобы Израиль согласовал цели и объекты ответного удара в Иране, который они собираются поражать. То есть, ну, понимаете, какой-то бред. Хотят, чтобы Израиль отчитался, согласовал, и если американцы дадут добро, они нанесут удар. Я думаю, что Израилю надо планировать и наносить удар. А потом уже согласовывать постфактум, если Байден так ходит. Я думаю, Байден, вот он недаром был вице-президентом у Обамы, видно, заразился. От Обамы тот премию мира Нобелевскую получил, когда у нас аннексировали Крым и часть нашей территории в Донецкой и Луганской области. А Обама тогда получал Нобелевскую премию мира. И, соответственно, по некоторым источникам он настаивал на том, чтобы мы не оказывали сопротивления, особенно в Крыму. И то же самое сейчас Байден. Не разрешает применять американские ракеты на всю дальность их досягаемости, то есть на 300 километров по территории Рашидской Федерации. Ну и с поставками вооружений, мы это уже знаем, то дают, то не дают. Вроде как дают, но как дают? Вот те же F-16, да, сколько мы страдали и ждали? Полтора года. Дали F-16. И что толку? Девять самолетов, которые не принимают участия в боевых операциях, которые поднимаются в воздух в качестве компонента системы противовоздушной обороны. И все. Да, а смотрите, как тема ушла с информационного пространства. Все, успокоились, получили F-16, а толку от них? Пока что толку от них минимум. Минимум. Да, они помогают нам в защите от воздушного нападения рашидских войск, но они не выполняют огневых задавок. Посмотрите, что творит рашидская авиация с нашими войсками на линии фронта. Преимущество в воздухе. Авиационная компонента обеспечивает больше 50% успеха рашидским войскам на линии фронта. Чтобы вы понимали. А артиллерия и авиация – основа огневого поражения противника. В данном случае авиация, она более сильнее, более масштабнее. Артиллерия, она менее масштабна, но тоже достает очень сильно наши войска. Вот такая вот история с ситуацией на Ближнем Востоке. Новый генеральный секретарь НАТО Рюте встретился с президентом Зеленским. Это очень показательно. Первый визит генсека НАТО – Киев. Он прибыл сегодня в Киев утром, но это первый его визит в должности генерального секретаря НАТО, то есть в новой ипостаси. А вообще Рюте пятый раз с начала полномасштабного вторжения рашидских войск в нашу страну. И, кстати, из такого самого главного, то что он сказал, ну поддержка Украины – это понятно, он довольно большой наш сторонник. Он сказал самое главное, что разрешение бить дальнобойным оружием по целям в Российской Федерации будет обсуждаться на Рамштайне 12 октября. Так что ждем 12 октября. Ну, честно говоря, может быть разрешение и будет дано, но оно может быть отсрочено. Я вообще так склоняюсь к тому, что цифра, точнее дата начала его применения этого разрешения, если оно будет согласовано 12 октября, может быть где-то 5-6 ноября. Особенно 6 ноября и далее. Почему? Потому что 6 ноября утром мы с вами узнаем, кто же стал новым президентом Соединенных Штатов Америки. И от этого будет зависеть очень и очень многое. Далее Люксембург присоединился к коалиции дронов, об этом сообщает Министерство обороны. Это 17 стран партнеров, которая присоединилась к инициативе коалиции дронов, в рамках которой Украина уже получила тысячи беспилотников. Ну вот каждый раз пакет помощи, особенно страны Балтии, передают нам и там тысяча беспилотников, 500 беспилотников, 2000 беспилотников. Ну и другие тоже страны постоянно передают нам беспилотники. Причем как разведывательные, так и ударные беспилотники для борьбы с фашистскими оккупантами. Далее Румыния. Смотрите как быстро. Огромное спасибо румынскому народу и их политическому руководству, потому что тогда мы говорили, что это чуть ли не рекордсмены в принятии решений. Министерство обороны вносит предложение подарить Украине Патриот, комплекс 1. Парламент голосует, президент утверждает, сегодня Патриот уже в рядах вооруженных сил. Сегодня Патриот заступает на боевое дежурство в нашем небе. А это противоракетная оборона, это не ПВО. Это борьба с особенно баллистическими ракетами, которые сегодня докучают нам больше, чем крылатые. Кстати, в баллистике больше летит на наших головы, чем крылатых ракет. Шахеды, понятно, беспилотники, и Россия их клепает, на конвейер поставила. Это для нас огромная проблема сейчас. Но мы уже учимся с ними бороться с помощью мобильных огневых групп. В основном мобильных огневых групп и тактических средств ПВО, то есть ближнего радиуса действия, типа Гепард. Sky New тоже у нас новые есть и другие. А вот с Патриотами у нас напряг. И вот нам еще один комплекс прибыл в Украину и заступает на боевое дежурство. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Румынии. Ну и на посошок новость. Россию продолжают отрезать от цивилизованного мира. От цивилизованного мира, точнее, железный занавес опускается, створки закрываются. Россия уходит в глубокую автономию внутреннюю. Google Play удалил у себя из магазина. Был такое приложение сделали. В Российской Федерации сделали приложение, которое отслеживает движение беспилотников. Оно было сделано так называемым Народным фронтом Российской Федерации. А теперь оно больше в Google Play недоступно. Его удалили. Оно осталось только там, в российских ресурсах, на территории Российской Федерации. Вот так потихонечку, помаленечку, шаг за шагом Россию отрезают от цивилизованного мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова